Буду откровенен. Я ждал этого 13. Мать его, 13 грёбанных лет. Сиквел игры про бесстрашного писателя Алана Уэйка, ставшего узником своих литературных кошмаров, полз к релизу даже дольше, чем Duke Nukem Forever. Да, я прекрасно знаю, что хорошие сиквелы требуют нормального количества времени. Например, между второй и третьей частями Max Payne прошло 9 лет, причём игру несколько раз переносили, и в итоге конфетку из неё сделала Rockstar, а не Remedy Entertainment. Но Remedy тоже не лыком шито. Независимая, очень креативная студия доказала, что способна под занавес года выдать громкий хит. Причём в октябре, в тот самый месяц, когда все релизы мира, кажется, решили выбраться на прилавки цифровых сторов. Сейчас вы слушаете мой голос, это диктор Антон Киреев. А помимо меня, ролик для вас подготовили сценарист Антон Белый и монтажёр Александр Камаев. По такому поводу мы даже переехали в турецкий Epic Games Store, чтобы не оказаться в стороне от брутального подарочка к Хэллоуину. Что тут ещё скажешь, кроме как «Мирхаба, Аллан!» Так, стопеп, Центре, надо срочно завязывать с турецкими и переходить на русский. От всей широкой русской души прошу всех, кто сейчас это смотрит, подпишитесь и ударьте в колокольчик. И будет вам счастье в нашей компании. Ремеди и её руководитель Сэм Лейк известны авторским подходом к играм. Они не делают сиквелы без строгой необходимости. Если история завершена, то к чему городить какую-то отсебятину со знакомыми персонажами, верно? Но история Уэйка не была завершена. Он спас жену Элли с ценой собственной свободы и застрял в объятиях озера Колдрон. В прошлый раз Ремеди продолжала собственную серию аж 20 лет назад, в 2003 году, когда выпустила Max Payne 2. Компания держалась без сиквела в два десятилетия. Согласитесь, результат впечатляющий. Тем обиднее было многим геймерам, но не мне, увидеть решение Ремеди сделать игру эксклюзивом Epic Games Store. Не навсегда, но предыдущая игра студии Control провела в этом статусе целый год. Понятное дело, многие расстраиваются из-за таких вещей. Но то, что Алана пока нет в Стиме, не беда. Не принимайте близко к сердцу, это всё временно. Новую страницу в истории Уэйка мы ждали 13 лет, и студии решилось сделать из второй части настоящий эксперимент. Впервые в своей истории Ремеди создала игру в жанре сурвайвл-хоррора. Как ни крути, первая часть Уэйка тяготела к формату традиционного экшена с лишь лёгким намёком на выживание. Сиквел стал полноценным психологическим и выживательным хоррором. Из ближайших аналогов вспоминается дождливый Silent Hill Downpour и Resident Evil 4. И позднее я раскрою эти аналоги на примерах. Мы только начали, а уже озвучили пару дифферамбов в адрес игры. Начинается всё с того, как детектив ФБР Сага Андерсон и её напарник Алекс Кейси прибывают в Bright Falls. Через 13 лет после событий первой части. Уэйк пропал, зато объявился какой-то непонятный культ леса, сборище сатанистов в масках оленей, которые вырезают сердца у персонажей, каким-то образом связанных с событиями первой части. Спойлерить не будем, так что давайте разбираться, что тут вообще с геймплеем. Умный выживач со скримерами и бешеными тенями. Это про вторую часть Alan Wake. Игра, в которой головоломки и демонические враги одинаково дают прикурить двум нашим героям. Враги хардкорны и представляют опасность даже на базовой сложности. Они являются эфемерными тенями, и чтобы ослабить их, сначала придётся как следует посветить на них фонариком. Лишь потом они получают урон от наших физических атак и выстрелов. Если сражаться неаккуратно, то ресурсы очень быстро дойдут до нулевой отметки. Здоровье не восстанавливается между уровнями или катсценами. Патронов мало, а у фонарика есть свой заряд батареек, которые от мощного подсвечивания быстро расходуются. Комбинация приёмов в ближнем бою и огнестрела напоминает все хорошие игры сразу. От любого современного резика до The Last of Us 2. К несчастью для фанатов Souls, парирований тут нет, но есть увороты и отскоки. Так что в бою надо проявлять манёвренность, сноровку и экономию. На всех врагов боеприпасов у вас точно не хватит. К счастью, пушки и писательские заклинания Уэйка можно улучшать, если находить тайники с бонусами в труднодоступных местах. Среди врагов вы найдёте культистов, диких животных и обитателей царства теней. С последними вообще отдельная история. Некоторые тени не будут атаковать нас, но могут угрожающе бродить туда-сюда вдоль маршрута Алана Уэйка, добавляя стресса и неуверенности в том, кто враг, а кто просто прохожий. Ну и без любимого по прошлым играм мистера Скретча не обошлось. За годы лишений Уэйка развилась паранойя, и теперь злобный писатель-двойник преследует его повсюду. Рассказать обо всех новых гадах не получится, некоторые из врагов станут для вас сюрпризом. Скажу только, что демоническая бабуля попала в самое сердечко. А знаете, кто ещё попал в самое... Кокоро, то бишь сердечко по-японски? Наш Бусти, где мы рассказываем о злодеяниях Джона Ричителла и делаем обзоры таких странных новинок, как «Русы против ящеров». А также готовим для вас не менее странный ролик «Как погибла IGM». Всё это и многое другое уже ждёт в архиве эксклюзивного контента для самых преданных подписчиков. Сто рублей в месяц и весь контент ваш. За три сотни в месяц даём доступ к закрытому чату с редакцией, а за 990 рублей будем звать вас на свои суперэксклюзивные подкасты. Подписывайся сегодня на самый дерзкий контент об играх в Рунете. Концептуальная игра близка к четвёртой части Resident Evil. Та же камера, аналогичный инвентарь с попыткой уместить всё ценное на поясе и сохранение в отдельно взятых комнатах. В отличие от Резика, наши протагонисты куда более зависимы от источников света. Нет света – нет спасения. Одержимые монстры из так называемой «тёмной обители» не видят на свету, зато в темноте очень быстро переходят на «ты» с мгновенным рукоприкладством. Поначалу события ведут нас тропами саги Андерсон. Исследуем печально известное озеро Колдрон, мрачные достопримечательности вокруг озера, которые закрыли после событий первой игры. Потому как неспешно и под дождём раскрывается экспозиционное вступление, ты понимаешь – штучная вещь. И почему-то от неё сильные реминисценции в духе лучших эпизодов Сайлент Хилла. Тем более, что Bright Falls служит своего рода филиалом ада на земле, и вскоре наш герой уже протягивает сердце нарисованной ведьме, чтобы попасть в этот самый ад. После пары часов управление переходит к Уэйку. У него есть специальная лампа, позволяющая прыгать между двумя реальностями, а также пишущая машинка, благодаря которой он буквально редактирует свой роман на лету. Вот был заброшенный тоннель с таинственным убийством копа. А вот мы заменили его суть, и он превратился в логово культистов, которые повторяют в реальности убийство из книг Уэйка. У многих игроков на этапе анонса возникли вопросы. Зачем вообще сагу вставили в игру? Сам Уэйк мастерски вписал её судьбу в историю Алана. Она — недостающий ключик к его истерзанной душе, точно так же, как сам Уэйк дополняет расследование всей её жизни. Сага не кажется лишней. Она грамотно вплетена в игру, и в отличие от какой-нибудь Эбби Андерсон, она не делает ничего такого, за что игроку хотелось бы её возненавидеть. Колки, ремарки и подшучивание над виртуальной версией Сэма Лэйка только добавляет ей шарма. И хотя герои во многом похожи, иногда вплоть до одинаковых анимаций разница между ними и есть. Например, сага коллекционирует специальные брелки, которые дают ей пассивные апгрейды. У Уэйка я ничего подобного не заметил. А ещё сага предпочитает носить вязаные свитеры, с одним из которых даже связана личная история, в то время как Аллан тяготеет к строгому дресс-коду в духе «Костюм-тройка». С помощью нехитрого приёма, в котором столь разные персонажи преследуют общую цель, авторы показывают дуализм человеческой натуры. Как пацифист Уэйк становится киллером, а тренированный убивать с детства сага надеется повесить ружьё на стену и отдохнуть от бесконечных перестрелок. У каждого из персонажей есть свои шерлоковские чертоги разума. Специальная локация, которая позволяет сводить улики воедино или редактировать реальность на лету. У Алла на этим убежищем служит кабинет писателя, а у саги это «Обитель разума» — комната из полицейского участка, где она вспоминает важные дела и анализирует документы. Геймплей на это совершенно необязательный элемент, но он позволяет прикоснуться к работе детектива и намного лучше погружает в игру. Забавно, что игра не встаёт на паузу, и если заглянуть в «Обитель разума» неподалёку от врага, то есть риск вылететь из раздумий от сильного пинка одного из местных сюрреалистических гопников. Как уже было сказано, враги — хардкорны. Каждая из них — штучная особь. В данном случае Remedy сделала ставку на важность каждой драки. Они действительно могут доставить неприятности и привести к растрате аптечек. Более того, самый первый босс вполне тянет на сбежавшего из Dark Souls психопата. Этот восставший из мёртвых экс-агент ФБР будет голышом носиться за героиней по лесу, чтобы вмазать ей огромным куском дерева. Но суть в том, что победить его будет нелегко. И для этого придётся освоить искусство убегать и отстреливаться на ходу. И раз уж начали про аптечки, тут есть перевязочные бинты и болеутоляющие. Открываются они точь-в-точь со звуком из Max Payne. Приятное сердцу пасхалочка. Официальный жанр игры — сурвайвл-хоррор. Отвечая на вопрос, сурвайвл ли это или всё-таки хоррор, признаю, пожалуй, что Remedy смогла в баланс. Пугают не слишком часто, но эффективно и по делу. Зато дефицит ресурсов тут как тут. Уже через пару часов игры вы начнёте жалеть о том, что так неосмотрительно расходовали ресурсы, надеясь, что герою потом всё восстановят. А нет. Тут есть лишь обувная коробка, которая служит хранилищем предметов между локациями и мирами. Это не скатерть-самобранка, и в ней ничего не появится само собой. Учитесь экономить, а заодно будьте готовы напрягать серое вещество. Недостаточно просто исследовать локации. Нужно также решать головоломки. Есть пазлы на любой вкус. Подбор шифров, разгадывание детских стишков, сбор предметов в нужной последовательности. Иногда подсказки расположены максимально неочевидно, поэтому игроку приходится заниматься бэктрекингом и самому искать, где и что он упустил. Игра не особо церемонится и не тащит за руку. В этом смысле Alan Wake 2 можно назвать проектом старой школы. Даже юмор тут сдержанный и неочевидный. Шутки Лейка для умных и внимательны. Но вообще, больше всего мне понравилось то, как грамотно авторы совместили всё своё богатое наследие с современными технологиями. По качеству картинки Alan Wake 2 не уступает Cyberpunk 2077. Всё благодаря технологии трассировки пути, для которой понадобится хай-энд конфигурация ПК. Больше всего поражает качество освещения, когда заходишь в лес и попадаешь в душный, тесный мир, где темнота подпирает отовсюду и провоцирует клаустрофобию. У нас тут игра света не только геймплейно, но и визуально. Детализация локации очень подкупает. Есть много интерактивных объектов, с которыми можно взаимодействовать. Перевернуть предметы, стреляя по ним и так далее. Да, это не GTA, но уровень проработки впечатляет. Самая первая локация – огромный лес с озером и несколькими местами интереса. Поначалу маршрут кажется коридорным, но после продвижения по сюжету открываются новые тропы, затопленные участки высыхают, и в этом лесу можно реально запутаться. Как и в городе, на картах подсвечены интересные вещи, но если регулярно не сходить с центральной дороги в сторону, части улик так и не найдёшь. У меня на средних настройках графики игра даже не подтормаживала. Но, как и любая игра от Remedy, будь то ремастер первой части или Control, новинка очень требовательна к железу. Чтобы комфортно поиграть с трассировкой лучей, но без включения технологии DLSS 3.5 вам понадобится по меньшей мере видеокарта калибра 4080. Думайте сами, решайте сами. У меня проблемы были лишь со звуком. Он постоянно выключался, отставал от картинки, зависал и вообще вёлся так, как не пристало звуковому сопровождению себя вести после релиза. И проблема была не только у меня. Многие аудиофилы на форумах тоже поделились своими страданиями от глючащего звука. Вообще игру сделали с размахом. Такое ощущение, что Сэм Лейк задумал вторую часть Алана Уэйка как некий Магнум Опус, как венец своей карьеры. Его труд уже сейчас оценили куда выше, чем Control. И чует моё сердце, скоро мы услышим о каких-то миллионах проданных копий. А всё потому, что Сэм Лейк не перестал заигрывать с геймерами с помощью фан-сервиса и отсылок. Каждый из тех, кто играл в предыдущие проекты Remedy, найдёт что-то из архива. К примеру, в первый же час мы сталкиваемся с сотрудником ФБК, не имеет отношения к запрещенной в РФ организации, который чинит исследовательскую станцию около озера. Привет от контрола. Чуть позднее попадаем на станцию метро, которая как две капли воды выглядит, как станция из Макс Пэйна, откуда бедолаге пришлось пробиваться с боем и даже на короткое время стать машинистом электропоезда. И такого тут достаточно. Более того, финальное дополнение к игре Лейк Хаус должно полноценно раскрыть взаимодействие мира Уэйка с секретной организацией в виде Федерального бюро контроля. И финальный штрик — сценарий Сэма Лейка. Дядь буквально вспомнил молодость и написал множество нуарных реплик, которые напрямую отсылают к самому первому Максу Пэйну. К игре, протагонисту которой он подарил своё лицо. Это не спойлер, есть в трейлерах. В Уэйке 2 Лейк вернулся в собирательном образе, который объединяет его любимых экшн-героев. Хочется рассказать больше, но взаимодействие с его героем стоит увидеть своими глазами. Серьёзных сюжетных спойлеров к сиквелу не будет, можете не переживать. Они будут только к первой части. Вы предупреждены. Сейчас немного расскажем о событиях. В первую часть, конечно, для общего понимания канвы играть не обязательно, но желательно. Все ключевые события 2010 года, сага и окружающие её герои так или иначе проговорят вслух. Но если запамятовали, Алан Уэйк пропал в 2010 году. Он был автором бестселлеров из Нью-Йорка. На отдыхе на Тихоокеанском Северо-Западе со своей женой Элис Уэйк столкнулся с силой сверхъестественной тьмы. Она оживила его роман ужасов. Писатель сражался с этим тёмным присутствием и смог изгнать его обратно в место, откуда оно пришло – кошмарный мрачный мир, скрытый под озером Колдрон. Это что-то вроде «изнанки» из очень странных дел, но куда мрачнее и смертоноснее. Уэйк написал концовку своего романа ужасов и тем самым освободил свою жену от тьмы под озером, но сам оказался заперт там. Уэйк не мёртв, хотя много раз желал этого. В течение 13 лет он был пленником тёмной обители, где его кошмары, страхи и истории становились реальностью вокруг него. В течение 13 лет он боролся, чтобы сохранить рассудок и написать историю, которая изменит реальность вокруг него и поможет ему сбежать. Но пока он не смог этого сделать. С этого и начинается новая часть его биографии. Сиквел рассказывает о серии ритуальных убийств в маленьком городке. Уэйк заперт в своём макабрическом кошмаре, но у него появляется помощь извне – агент ФБР Сага Андерсон. Сага олицетворяет метафизическую реальность, а Уэйк – фантастическую. Два героя в двух реальностях должны решить головоломку до того, как она сведёт их в могилу. Вот вам, в общем-то, и богатая база для новой порции хоррорных скримеров. Их тут предостаточно. У героев постоянно перед лицом возникают орущие лица мертвецов, поэтому играть в Уэйка ночью не советую. Также эффекту погружения мешает корявый русский язык. Возьмём, к примеру, инвентарь. Кнопки использования предмета тут нет. Первое действие называется «поместить». И именно таким глаголом, по мнению переводчиков, пользуются русскоговорящие для использования активируемых предметов. В другом диалоге Сага говорит помощникам шерифа. Несколько офицеров ранены. Иронично, что вокруг одни трупы, раненых нет, причём один из трупов валяется буквально у неё в ногах в момент произнесения реплики. Но не хочется слишком уж докапываться до шнурков. Проблем у игры, на мой взгляд, не так много. В первую очередь, длительность. Это история на 10 часов, что вроде бы преступно мало для игры, которую ждали аж 13 лет. Во-вторых, есть проблемы с оптимизацией, ведь работает Уэйк местами на уровне Киберпанка 2077 в год релиза. Застревания в текстурах и проваливания сквозь невидимый пол через весь уровень прилагаются. А если вы не поставили игру на SSD, то вдобавок получите загрузки по 3 минуты и долгую подгрузку текстур для объектов в инвентаре. Иногда даже лица подгружаются с опозданием, являя нашему взору костлявые каркасы рожь с ужасно искажёнными деталями. Зловещая долина во всей её красе, только на старых HDD-драйвах. Кстати, зря я постоянно нахваливаю только Лейка. Alan Wake 2 — результат работы многих талантливых людей, включая Кайла Роули, гейм-директора игры. Ранее Кайл трудился на руководящих постах и над Quantum Break, и над ремастером первого Алана, а в титрах Киберпанка для него даже есть отдельная благодарность в виде Special Thanks. Ошибки Quantum Break мистер Роули явно учёл, поэтому новинка хороша не только с нарративной составляющей, но и с геймплейной. О том, что Alan Wake 2 — это пушка, я понял в момент, когда главный герой серии попадает на ток-шоу, чтобы презентовать книгу, которую он никогда не писал. Ведущий подшучивает над ним, сравнивает происходящее с Матрицей, а затем ясно даёт понять, что эти игры разума являются злонамеренной пыткой Уэйка в заточении мира тёмной обители. Бо, как же это круто сделано! На манер одного из старых лабиринтов в Макс Пейн, который мы проходим раз за разом с новыми деталями. Игра про Уэйка часто грешит бэктрекингом, но в этой сцене нам показали то, как писатель способен видоизменять собственную реальность, проходя её повторно с новыми вводными. Приближаемся к итогам. Невооружённым взглядом заметно, как сильно Remedy вдохновлялась лучшими триллерами про копов и запутанные криминальные дела. Настоящий детектив, Фарго, Твин Пикс выступают в виде самых очевидных референсов. Но главное не то, кем авторы вдохновлялись, а то, как это ощущается. И играть очень круто. Микс из хардкорного экшена с элементами выживания, к которому прилагаются детективные фишки саги и писательские трюки Аллана, делает эту историю запутанной. Как грит практически в самом начале мисс Андерсон, я не знала, куда занесёт меня эта судьба и чем придётся заниматься. Но теперь я просто обязана прожить эту историю до конца. Alan Wake 2 смогла собрать богатый урожай лайков и высоких оценок. Ниже, чем у Человека-паука 2, но достойный для проекта, который когда-то считали нишевым. По данным OpenCritic, средний балл составляет 89 из 100. При этом 92% поигравших представителей прессы рекомендуют игру к ознакомлению. На MetaCritic у игры балл пониже, Metascore составляет 88, в то время как у нового Паука это 90 из 100. Заодно мы спросили мнение подписчиков нашего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь на него, чтобы ваш голос попал в общую статистику, которую прямо сейчас показываем на экране. Из нескольких тысяч ответивших, за первые часы 7% склоняются к тому, что игра потрясающая, 2% за то, что она хороша, но получилось слишком много хайпа. 53% просто хотели узнать результаты, а 35% ответивших не играли или попросту не заинтересованы. Вся англоязычная пресса сходится в том, что новый Wake стал не просто игрой, а игрой-монстром. Она выступает кульминацией 28 лет опыта студии, занятой разработкой дорогих, амбициозных и вместе с тем авторских игр, какими, без сомнения, были и Аллан Уэйк, и Макс Пейн. Считайте её любовным письмом фанатам Remedy, которые доверяют студии и не испугались очередного эксперимента. Как уже было сказано ранее, опыта в сурвайвл-хоррорах у студии не так, чтобы много. При этом все старания не были напрасными. Мы получили взрослую, кровавую, серьёзную игру с мощным нарративом и продвинутой графикой. Беды с оптимизацией нас изрядно расстроили, а в остальном это эталонный сиквел, который грамотно ввёл в сюжеты детективные элементы и женского протагониста, и в очередной раз напомнил о силе печатного слова. Вот по-честному, лично я был чертовски рад возвращению писателя с печатной машинкой и дробовиком. Второго такого в нашей с вами любимой геймдев-индустрии просто нет. Ну а мы по-прежнему будем рады видеть вас всех в наших соцсетях. Подписывайтесь на YouTube, если ещё этого не сделали, а заодно на другие площадки. TikTok, Telegram, ВК, Twitch, Discord и Boosty. Лампово везде и всюду. Такой уж наш девиз. Субтитры подогнал «Симон»